Знаю как тебе Илья, мне спится здесь хорошо. Прям на море выходит. Да и мне отлично. Итак, давайте посмотрим, как играет венская партия. Вот это правильно, конь c3, чтобы соперник уже подумал. Конь f6 и d5. Да, конь f6. Конь f6, g3, d5. Ну, d5 самый принципиальный ход, иначе у черных, да, у черных может быть похуже. А здесь после разминания... Конь c6 или конь c3 два хода? Нет, ну, комбий c3, вот я просто смотрел эти варианты, там, конечно, ничего у белых нет. Но другое дело, что достаточно необычная пешечная структура. И здесь есть одна хитрость. Белые не обязаны сразу играть d3. Они играют конь f3, 2-0 при пешке на d2. И конь c6, здесь надо играть конь f3. Вот, правильно Шахриар делает, грамотно. И потом 2-0. То есть здесь пешка может на d4 в один прием пойти. Ну да, но вряд ли это. Так, слон c5 это жестко, это в кость. Но с другой стороны пешка на e5 где-то подвиснет, да? Да, не дает пока d4. Ну, рокировка ладья е8 он хочет. Да, рокировка ладья е8. То есть на ладья е1, ладья е8. Ну, видимо, пешку на d3 тогда надо будет поставить и заниматься ферзовым флангом. Конь через d2 куда-то поскачет. Ну да, это известный момент. Кстати, ты знаешь, есть еще один момент, что здесь где-то конь на g5 может выскакивать в какой-то момент. Конечно, с идеей ферзь h5. Да, с идеей ферзь h5. А если его погонят, то тогда он ага. Я хотел сказать, он на e4 с темпом скакнет. Ага. И слон на b6, видим, подвергается гонениям. Сейчас уже а5 угрожало в какой-то степени. И сейчас, может быть. Где-то такой тактический... А6, наверное, черным. h6. Ну да, вот если белые на ферзовом фланге подзажмут черных, то тогда могут быть у них какие-то плюсики. В принципе, белые могут слон e3 как-то попробовать подменять этого слона, но брать-то на b6 не хочется. h6, да, он последовал моему совету. А вот сейчас можно сыграть ладей слон e3, да? Ну или конь g5, действительно. Конь g5, да, на h6 что, Илья? А, конь e4, это уже слон ушел-то оттуда. Да, и там после f5 можно без лошадки остаться, да. Ну, она уйдет на d2, конечно, но нет смысла, да. Слон e3, размен слонов. Ну, если на пешку e5 надавить, как слон... Нет, нет, слон a5, слон a5 это хороший ход. Конь d2, слон d2. h6 сейчас можно пойти просто. Или слон g4, да? Конь g5, да. Точно. Мы с Петером профилактически пока мыслим в этой партии. Ладья b1 не пускает слона с c8. Да. Теперь либо ладья b8, либо что-то в этом роде. Нет, слон b6. Это вот этот сюрпляс такой легкий слоном. Угу. Предлагает повторить ходы слона e3, слона a5. Предложение вроде принимается. Ну, дело в том, что шахриару-то, конечно, оно не очень выгодно. А Петр Лек, он всегда танцует у нас от печки. Недаром вчера сделал сколько, 6 или 7 ничьих. Ну, даже больше. Для блица очень много, да. Вот конь h4. Конь h4. Это провокация. Провокация, да. Ну, ферзь f6 можно пока сыграть, если бы как-то подводить фигуру. Ну, тут смысл позиции, кто белых, более рыхлая структура, зато более динамичная, что ли, она. После ферзь f6 на f2 будет подвисать? Ну, да, ферзь f3, видимо, размен ферзей, ферзь d6 будет. Ага, вот так вот. Ну, может быть, ладья b8 действительно надо сыграть, чтобы слона c8 можно было выпрыгнуть. Ну, сейчас ферзь h5 явно рука-то просится. Просится. Давай вперед, шахриар, вперед. Ферзь h5. Вот, молодец. Там конь на f5 где-то может поскачет. Ну, вот уже начинается какая-то динамика. Слон d7. Да чего же крепкий, а? Да чего же крепкий этот парень с берегов Дуная. Слон e4. А наш-то знает, заводит фигурный колеский фланг. Сейчас еще f4. Нет, f4, правда, по кодексу нельзя. Король g1. Король g2, f4. Ферзь f6. Вот напал на пешку f2. Не пустяк. Ну, у черных слон e3 по-прежнему. Слон e3, слон a5. Слон d2, слон d6. Нет, тогда уже на b7 будет висеть, наверное. А, да-да-да, согласен. Так что слон e3 сейчас очень хороший ход. Ну, собьют на e3, видимо, и ладья b8 просто. Ну, там ладья f3 уже куда-то пошел. А, там ладья f3, да. Конь f5 попрыгал. Там ладья f3, да. Поэтому слон e3, конечно, заслуживает внимания. Нет, он не ходит. А почему не пошел слон e3? А он просто устал слоном ходить туда. Может быть, да. Может, устал просто, да. Нет, на самом деле, слон e3 смотрелось очень здорово. Смотрелось хорошо. Потому что ладья b1 как раз давление по вертикали b было такое. Ну, сейчас некоторые преимущества, пожалуй, у белых. Некоторые инициативы, по крайней мере, у белых. Да, согласен, согласен. Потому что черные чуть-чуть где-то черные расставились. Конь d8. Ну, вот слона на c6 хочет поставить, нейтрализовать слона на e4. Ну, здесь конь на f5 у белых в какой-то момент должен оказаться, я думаю. Может быть, ладья f1, f4 все-таки организовать? Ну, король g2, тогда надо начать с хода король g2. А мне кажется, он хочет ладья e1 пойти, может быть, и на e5 надавить. Тоже мысль. И вообще, опять еще включить. А5, правда, слон опять сейчас, да? Да. Тут мы видим только кусочек доски сейчас. Удалось Шахриару создать вот такое реально... Ладья a1, этого мы не угадали. Ну, он пешку на a5 хочет поставить. Да, хочет на a5 поставить. А, ты знаешь, я раскрою страшный секрет. Пешка на a4 висела. Зная цепкость Лека, могу сказать, он мог эту пешку схватить и потом держаться, держаться. Ну, король g2 встает. Да, защитил пешку на a4, вот ведь чудеса какие. Сейчас конь e6, конь c5, может быть, все-таки забрать. А там на b7 висит, да, Илья? Ну, на b7 висит вроде, но в принципе... Вот, чтобы не висело. Да, ладья b8, и теперь конь e6, конь c5. Какая-то такая жадная идея. Да. В принципе, конечно, можно было даже и отдать эту пешку, и пойти конь e6, конь c5 с темпом. Ну, ладья f1 и f4. Вот, теперь закусил удила наш лихой жеребец и пошел вперед. Все. Не, ну, белые... Все, пошли вперед. Но f4, еf, да. Еf, слон f4. И там пункт f7. Позади не Москва, но пункт f7. Тоже, кстати, немало. Ну, вот теперь начинается прямая битва. Ты знаешь... Пункт f5 есть ход. Как? Конь c5. Какой ты смелый. А на слон f7 что? Слон на штрих шах и фербертов в один шах. Страшное дело. Наверное. Страшное дело. Не, ну, это интересный момент есть. Вообще, вот это конь c5, это интересный ход. Конь c5, ловушка сезона, да. Может быть, там... Вот хлебнул сейчас чайку Петра Лека, это должно помочь. Ну, слон аж ты, кстати, хороший, правильный ресурс, да. Да, но там с другой стороны король бит h3, фербертов в один слон g2, надо смотреть там дальше. Уже начинаются там какие-то осложнения. Не в стиле Лека, конечно, скорее в стиле Шахрияра, но Медиарова. Ну, таких шахматистов, как Лека, очень часто недооценивают. Кажется, что это тонкий позиционный шахматист. А считать-то он совсем не умеет. Но ближе к делу выясняется, что считает прекрасно, да. Другое дело, что, может быть, не очень любит иногда это дело, но когда надо, так он посчитать может все что угодно. Ну, а какая-то альтернатива? Конь c5, конь g5, то есть я не вижу просто альтернатив. Ферз е7 под конь f5 попадает. Ферз d8 совсем как-то обидно. Слон на b6 пока, вот черных минус, что слон b6, он пока не играет. Ну, давай, Петя, конь c5. Конь c5 и драться. Тупой ход конь, ну конь d8 совсем. Не, ну конь c5, наверное, интересно. Слон c7, да. Нет, он отступает. Ну, а что на конь f5, неужели на f8 пойдешь? Он собьет, очевидно, и пойдет на f8. Или сразу, да, на f4, я имею в виду. Мне не нравится это решение, сейчас на f6 еще стукнет Шакриар. Сразу решение. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, ошибся, по-моему, Петер Лека. Ошибся. Да, он бьет на f6, ну, времени у него было мало, он не посчитал. Слон c6. А теперь уже плохо у него, конечно, без пешки. И без пешки, и позиции. Три щит пошла, конь f5 просто. Ну, правда, если сейчас сыграть с лон c6, там конь f4 какой-то странный исход. Ты на e2 съел с шахом. Ну, да, даже это не помогает, мне кажется. Там король f3 будет в конце варианта после всех разменов. Но, в принципе, можно сразу конь f5 пойти. Ага, ферзи 4. Можно f4, вот так, да. Ну, это чтобы конь c6 никуда не ушел, да? Дрова у черных, конечно, полная. Взяли, взяли, безнадежно, безнадежно. Да, ну вот не нашел конь c5 этот ресурс Петер Лека и терпит катастрофу. Ну, а лидер у нас продолжает свое беспощадное шествие, конечно. Как с ним бороться, непонятно. g6. Ну, комбит g6. Не надо знать, конечно, без жалости. Вот, правильно, и ладья бьет f7 потом. Е6, ладья бьет е6. Ладья бьет f7. А, ладья е6 тоже неплохо, да. Ну, что, разгромил буквально своего соперника. Лидеры, и это, конечно, блестяще.